Квартира находится в самом центре, в оживленном таком месте, где город живет. Квартира сама расположена во внутреннем дворе, поэтому здесь всегда тихо. Попадая в квартиру, вы видите, что квартира в историческом доме. Можете обратить внимание, что здесь такие своды сделаны. В дизайнерском плане мы выполнили в таких ярких цветах. В квартире могут с комфортом 4 человека разместиться. Здесь у нас спальное место, кровать для двоих человек, диван. Тоже раскладывается спальное место. Дом исторический, планировка необычная. И где вы еще увидите такое место, где можно спускаться вниз в санузел? То есть здесь тоже мы его оформили в ярких тонах. В общем, добро пожаловать. До революции здесь находился часовой салон известного мастера Бремера. И по наблюдению некоторых гостей, можно сказать, что здесь время как-то идет по-особенному интересу. Возможно, как раз из-за этого. Кухня, где все основное необходимое есть. То есть газовая плита, чайник, тостер, кроволновая печь. То есть здесь можно приготовить завтрак, собраться гостями до стола. А за окном такой внутренний дворик, типичный питерский двор королевцы. Поэтому здесь тихо. Хотя, как уже было сказано, центр. Мы в самом центре. Если вы выйдете на улицу, можно видеть оживленность. Синая площадь одна из центральных в Санкт-Петербурге. Такая прогулочная зона. Метро рядом. И очень удобно добираться до квартиры. Буквально 5 минут, и вы от метро добираетесь до квартиры. До Невского тоже минут 10-15 пешком. Рядом торговые центры, рестораны, кафе. Здесь очень такое туристическое место активное. Улица Гороховая и Садовая. Это центральная улица Петербурга. До Невского проспекта и до Адмиралтейства. Буквально 10 минут пешком. И мы видим прям вот вид на шпиле Адмиралтейства здесь. Все дома, они исторические. Вот здесь рядом жил Распутин. Магазин Курчихи Лихачёвы, поставщика императорского двора. С прям рядом, с домом находятся различные кафе, рестораны. То есть восточная, буквально европейская, российская. Сейчас вот мы видим канал Грибоедова, который рядом расположен. Здесь вот Достоевский селил своих героев. Рядом находится, если вы с детьми путешествуете, рекомендую посетить. Кафе Микки Маус интересное. Там такие десерты. Мы просто не забываем для вас, для детей.